Ампутация была в мае, в конце мая, начале июня, где-то в этом районе. Было огнестрельное ранение в кисть, вот, пришлось ампутировать. Лежал в больнице больше месяца, пережил нормально. Реабилитировался нормально. Три месяца летом отдыхал, купался, там, загорал, делал все, что делал раньше. Потом сделали в конце сентября протез односхватный, вот, ходил с ним два месяца, сейчас сделал этот. Намного лучше ощущается, больше хватов, удобнее, могу делать больше функций. Ну, вообще, он, говорят, лучший из всех протезов вообще, которые существуют, поскольку, ну, во-первых, он красивый. Это, конечно, не отнять. Очень полезная штука. Люблю все красивое. Вот. Много схватов, это тоже очень удобно, поскольку я могу не только, ну, то есть, писать этим протезам, если мне это пригодится, я могу держать им вилку, я могу спокойно взять чашку, поскольку здесь есть отдельный схват для мизинца. А с односхватным протезом я мог максимум взять просто чашку в руку, и то не уверенно, только узкие стаканчики, поскольку там маленькая область, которую я могу взять, и поэтому я считаю, что этот протез намного лучше. Запомнил схему я более-менее быстро. Допустим, это вот как раз схват для кружки. Вот здесь выдвигается мизинец, и я могу взять, вот, допустим, моя моклая кружка, я складываю его на мизинец, схватываю, и могу, если что, пить чай, воду, что угодно. Есть щипковые хваты, где именно щипок нужен, то есть, если взять ручку, я могу взять ее именно таким хватом. Естественно, есть кулак и естественное положение. Это вот для ходьбы я вот таким хватом могу ходить спокойно, и она выглядит, как рука. Также полаком легко берется та же самая кружка, что угодно, можно взять легко, в случае чего. Есть кулак с большим пальцем сверху, для того, чтобы я мог взять листик или что угодно. Вот. Ну, или тарелку, да, вполне. Хватов очень много. Запомнил схему быстро за максимум денег. Ну, для начала рыбалку. Я хочу попробовать бросать в ней спиннинг. Если получится, будет очень неплохо. Будет прям хорошо, я буду доволен, не рад. Вот. Ну, я попробую. Ну, посуду я как не мыл. Я мыл, но это было просто очень тяжело, поскольку приходилось как-то класть тарелку, брать губ, неудобно. Теперь, ну, я попробую. Я давно не катался на велосипеде, уже, наверное, года два, и хочется тоже попробовать покататься. Надо приеду домой, а я-то попробую. Ну, ближе к лету. Ну, наверное, пока что все, но я думаю, что будет появляться в процессе пользования. Ну, во-первых, это необычно, ну, и очень красиво. Я представлял себе, как у меня торчит белая рука из пиджака черного. Ну, как по мне, это очень классно. Просто хотелось очень белую. Так в этом нет ничего плохого. Я не стесняюсь того, что у меня одна рука. Ну, я считаю, что это, может быть, наоборот даже показывает то, что я сильный, может, не знаю. Ну, главное не отчаиваться. Всегда стремиться к лучшему, наверное, к тому, что хочешь делать. Не переживать, не грустить. Ни в коем случае не плакать, потому что, ну, это бесполезно абсолютно. Жить такой жизнью, как и до ампутации, без всего этого, без всяких ограничений. И верить лучше. Субтитры создавал DimaTorzok